Поездка готова? Готово. Пошёл. На другой сторону отеля идёт через третий этаж, поэтому сейчас немного поднимемся. Я вкустился. Вышли из отеля и сразу пошли к машине. Местные сидят, сегодня пятница. Наверное, какие-то вкращенные дни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мелкий песок, дорожки. Ходи не хочу, как говорится. Вот сейчас мы немного подальше отойдем от этого места, и я полетаю на дроне. Здесь никакие секьюридады не пройдут и не скажут мне, мистер, прекращайте это делать. Потому что здесь это все делать запрещено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Забавно, что Тейда находится так высоко, что на дроне я просто не мог камеру задрать вверх, чтобы заснять самую верхушку, поэтому Тейда будет без верхушки. Полетали на дроне, в принципе, никаких предупреждений о сильном ветре не было. Дрон вел себя нормально. Единственное, что в одной стороне, когда я его повел, он стал самопроизвольно немножко подкручивать в одну сторону. Видимо, ветер его очень хорошенько там подкручивал. Поэтому далеко я не отлетал метров, может быть, 300-400 максимум. Потому что ветер здесь довольно-таки сильный, все равно. Точнее, здесь даже не ветер сильный, а порывы ветра. Потому что они здесь очень резко находят. Так что у меня сегодня даже зонт мой слетел. Мой синий грибок, который все это дело держал, ронял свою тень. Что-то я мог без проблем налетать. Так что зонт мой сегодня сорвался. Летал, можно сказать, вслепую. На экране плохо видно, когда... Очень сильно сядет солнце. Но, думаю, что кадры какие-то должны получиться нормальные. Это уже посмотрим в отель, а потом уже Сашка что-то смонтирует. Вот тут высота 2 километра. А чувствуется уже небольшой недостаток воздуха. Ты прямо идешь и начинаешь немножко эту одышку ловить. Хотя идешь вроде бы по ровной... По ровной территории. Да, одышечку ты ловишь. Интересно, люди, которые на Тейды взбираются пешком по 3 часа. Интересно, они какую-то одышку ловят или нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наши два еще Мирадора. Очень классные виды идут на облака. Это мы поднимаемся по юго-восточному склону Тейда. Блин, ну что, очень классно. Облака все в горизонте. И вот там видна как раз Ла Пальма. Вот два таких бугорка. Да, это есть Ла Пальма. Поэтому сейчас снимаем таймлапс, посмотрим, как это у нас все получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну а мы снова на Тейде. Чуть-чуть полетали. Потом посмотрим, как это все получится. Тейде тут, а дрон летал тут. Может, почему-то над лавой он запуститься не захотел и просто показывал, что даже сигнал терял. Неужто там такие сильные какие-то магнитные искажения в этой лаве, что дрон элементарно теряет связь? Я не знаю, я посмотрел логи, там просто видно, что просто дисконнект был. То есть он потерял связь и все. Поэтому над вот этими черными полями полетать не смогли. Полетали над простыми полями, как и в прошлый раз. Ну и вроде все нормально получилось. На улице поладе наста вечера. Мы уезжаем на Тейде снимать таймлапсы. Начинаем. Ну сейчас попытаюсь рассказать, как это происходит. Вот у нас с собой два трипода, два автопарата. Сейчас мы идем также на улицу, к машине. Садимся примерно в часе езды. Там около 40 километров, по-моему, будут находиться наши точки. О, хорошо. Ночью немножко влажно. И довольно-таки приятно идти. Абсолютно не жарко. Звезды здесь не видно. Небо в облаках. Поэтому поедем искать то место, где звезды видно хорошо. Пустынные дороги. Я думаю, что мы это все смотрели, так что футболки. Только что был какой-то матч. Испания-Супермания. Да, один. И по результатам, что там? Был один в пользу Испании. Собственно, крика тут была. Из всех домов. И потом в итоге салют вообще забабахали. Честь. Победа Испании. Вот так вот. Победили. И забахали сразу салют. После этого. Вот такие веселые испанцы. Прикольные штуки мы заметили. Здесь какие-то проблесковые штуки мелькают по ночам. Не знаю, там батарейки, не батарейки. Солнечная энергия, не солнечная. Но в принципе, во время езды они здорово помогают. Ну, например, оп! они прямо блестят. Так что штука хорошая, штука полезная. Водитель лишний раз говорит о том, где обочина. Солнечная энергия. Они из-за маррона, то есть из-за салюта Мадрии. Солнечная энергия. Где-то здесь в прошлом году мы наблюдали кроликов, которые выходили греться и сидели около дороги на теплом асфальте. Но в этом году, видимо, сейчас проехали какой-то небольшой участок, где мелкий туман был, переходящий в дождь. Видимо, не так в этом году тепло, что кролики вылазят на дорогу. Поэтому никакого движения мы не видим. Ну, быть может, на обратном пути что-то увидим, но сейчас пока абсолютно не густо. Кроликов нет. Все, запись идет. Камеры поставлены. Одна вот тут, вторая вот тут вот. одна камера будет записывать Млечный путь, который сейчас тут движется. А вторая будет пока заперс небольшую динамику рядом с горой. Тут гора и звезды, которые ползут рядом с горой. Мне кажется, будет интересно. Нашли, короче, новую точку, которая должна быть интересной. Ну и посмотрим потом, что у нее там получилось в этой точке. Находимся мы, кстати, рядом с каким-то рестораном. Тут какой-то ресторан. Сейчас мужик отдел его закрывал. Так что вот время ровно 12 часов ночи. Дюна часа ночи. Селуй, мой кордяль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошло полтора часа Я не знаю, насколько мне видно при свете приборной панели Но в итоге сейчас час тридцать два Осталось буквально 90 снимков У Lumix Млечный путь ушел из поля зрения Nikon Что мне не понравилось, так что ездило очень много машин Надеюсь, они не засветили наш таймлапс, который снимает Nikon Потому что мы стремились, чтобы Млечный путь был в кадре И развернули его так, чтобы он на него все время смотрел Но при этом проезжало очень много машин И свет падал как раз в направлении, куда смотрел Nikon Надеюсь, что все-таки свет не убил весь таймлапс Потому что машина, мне кажется, 8-10 точно проехала За эти полтора часа то, что мы тут стоим Все это дело снимает Вот, поэтому осталось еще примерно полчаса Как все это дело закончится Мы собираемся, едем в отель спать Потому что через 7 часов у нас завтрак Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok